Стало известно, в Минске задержаны два автобуса со взрывными веществами. По предварительным данным МВД Беларуси, внутри колонны, которая двигалась по одной из улиц столицы, в сторону Октябрьской площади, находилось два автобуса. В них, по оперативной информации, были взрывчатые вещества и предметы для нанесения повреждений. Колонна была остановлена правоохранителями. В ответ на требования представителей органов правопорядка предоставить транспортное средство к осмотру, толпа окружила автобусы плотным кольцом и набросилась на сотрудников правоохранительных органов. В результате инцидента несколько человек получили незначительное повреждение, в том числе и кандидат Никляев, которому оказана уже необходимая медицинская помощь. И вот как прокомментировал ситуацию первый заместитель министра внутренних дел. Я хотел бы сделать официальное заявление о тех событиях, которые произошли приблизительно два часа назад, вдали от Октябрьской площади. В районе 19 часов в органы внутренних дел поступила информация о возможном передвижении на Октябрьскую площадь двух автомобилей, которые будут снабжены специальными средствами для нанесения телесных повреждений, взрывчатки, а также о том, что собирается настроена группа лиц, граждан, которые собираются нести дестабилизацию на Октябрьской площади. Был сориентирован наряд, который выбыл и подтвердил о том, что на самом деле в удалении от Октябрьской площади планируется и собралось около ста молодых людей, которые обозначали себя различного рода флагами, имели при себе дубинки и вели себя достаточно агрессивно. На требование о том, чтобы они дали возможность проверить и убедиться в отсутствии этой информации, нам не подчинились и были вынуждены туда ближайшие наряды привлечь. В конечном итоге, когда прибыла дополнительная сила, и было предложено повторно оказать и осуществить досмотр двух транспортных средств, в которых были перемещены различного рода вещи, на тот момент мы не обладали достоверной информацией, однако, имея опыт 2008 года, когда на праздновании Дня независимой произошел взрывной взрыв, мы адекватно, соответственно, должны были отреагировать. На требование предъявить данное транспортное средство, молодые люди окружили кольцом эти автомобили и не дали возможности мирным путем осмотреть их. К сожалению, пришлось физически оттеснить данную группу людей от микроавтобусов. Соответственно, наши сотрудники, при этом было оказано им активное сопротивление. Трое сотрудников в настоящее время госпитализированы, находятся в госпитале МВД. Соответственно, было принято решение, не применяя специальных средств, оттеснить толпу и, соответственно, досмотреть данные транспортные средства, что было и осуществлено. Информация о нахождении в данных микроавтобусах средств для нанесения телесных повреждений, различного рода инвентарь, газовые, называются баллоны, которые могли осуществляться в качестве детонатора и могли производиться взрывные устройства, были обнаружены и в настоящее время создан материал и проводится официальная проверка. Вот это то, что мы на данном этапе можем заявить и довести до наших граждан.